Сейчас проверю, как работает кликер. Отлично. Сегодня я вам расскажу про парсинг пользовательского ввода с пользой МПЭХ. Кто-нибудь из вас писал парсеры? Что-нибудь такое? Может быть у кого-то есть опыт? Кто-нибудь использовал 3-топ? 4 уже неплохо. Ну что ж, я сначала представлюсь. Вот мой профиль на GitHub. Меня зовут Лопатина Ван. Сам я не из Москвы, а из Орла. Есть разработка не только в Москве. Если вам хочется расширить какую-то свою географию, приехать к нам в город, выступить с каким-то докладом или просто посмотреть, мы будем очень рады. У нас есть такое локальное сообщество рубистов. Сам я, можно сказать, фрилансер. Я работаю над небольшим приложением. Это worshiponline.com. Приложение позволяет вам выучить игру на разных музыкальных инструментах. Оно, правда, на английском. Но если у вас хорошо с английским, то, может быть, вам понравится. Для этого приложения мне возникла задача, что мне нужно было написать парсер. Дело в том, что это приложение, связанное с музыкой. И есть некий такой формат Charts Pro. Он позволяет описывать вам песни, условно говоря, с разными музыкальными нотами и так далее. И нужно было его реализовать для этого проекта. Он, соответственно, по этому формату строит дом-дерево, и его можно использовать. Это выглядит примерно вот так вот. То есть вы можете выбрать какой-то ключ песни, и автоматически вам перестроится весь ваш HTML и песня в нужном ключе. Но так как задача не специфическая, я понимаю, что вам, наверное, вряд ли будет интересно. Я вам расскажу о том, как парсить пользовательский ввод с пользой NPEG. Потому что фактически этот парсер был использован для построения дом-дерева. Ну а задача с парсингом пользовательского ввода, она как-то поближе всем, на мой взгляд. Но сначала я просто расскажу немного, как вообще парсинг этот устроен. Это очень упрощенная схема того, как парсеры работают. Но в целом она несет какую-то ясность. У вас на входе появляется какая-то некоторая входящая строка. У вас следующим этапом есть лексический анализатор. Он что делает? Он фактически разбирает вашу строку на токены. Ну и как-то их помечает. В следующем этапе идет синтаксический анализ. Когда на основе вот этих токенов строится дом-дерево. Ну и дальше семантический анализ. Он проверяет сопоставимость типов, приведение типов. Но в контексте, конечно, моего рассказа этого шага фактически не будет. Здесь вот три шага. В реальных парсерах, которые мы используем в языках программирования, эта схема значительно сложнее. Но я ее приводить сложно не хотел и не стал. Расскажу про общую классификацию, какой относится PEH. PEH вообще переводится как parsing expression grammar. Сейчас, мне кажется, могу ошибиться с русским эквивалентом. Так что не буду его приводить. Всего категории парсеров я здесь привел две. Их чуть больше. Есть еще универсальные парсеры, но в реальной разработке они не используются ввиду своей сложности вычислительной. Есть нисходящие парсеры, есть восходящие. Они отличаются тем, что фактически, когда строится синтаксическое дерево, оно строится в нисходящих парсерах от корня к листьям, а от восходящих сначала строятся листья до корня. PEH парсеры относятся к парсерам нисходящим и используют методы рекурсивного спуска. Вообще парсеров существует много. Это довольно такая долгая история. И я выписал те, которые, допустим, вы можете попробовать. Не только PEH. К примеру, есть YAC. Я в скобочках привел также гемы, которые есть порты к этим парсерам. К примеру, RLI, RAC. Вот случай, к примеру, с RAC. Он используется в Рубокопе. Кто-нибудь использует Рубокоп? Фактически вы используете этот гем. Гем используется через гемпарсер, а парсер в своем очереди использует гем RAC. Так как YAC — это способ описания грамматики. Фактически, когда вы используете Рубокоп, он парсит вот таким способом. Есть еще один из популярных тузов — ANTLR. И если, например, я еще выписал Бизон, это фактически только сишный код, который используется, например, в наших любимых Рубях. То есть Руби парсится Бизоном. Ну и в конце я провел PEG. Как видите, в случае с PEG есть не одна реализация его на Руби, что меня, в принципе, удивило. Я вам буду рассказывать в контексте 3TOP, но остальные — это также применимо к остальным гемам. Просто описательная их часть будет немного другая. В контексте 3TOP, например, 3TOP использует свой собственный DSL для описания грамматики. Это не чистый рубишный код. Он как бы транспилируется в рубишный. Другие гемы, часть из них, используют исключительно рубишный код, но если на него посмотрите, он будет немного вырвиглазным. Но это, конечно, мое личное мнение. Ну что ж, перейдем. Я немножко подготовился к этому метапу. В каком контексте? В том, что я сейчас вам расскажу, как это все работает. Если вдруг вам интересно, вы можете посмотреть на моем репозитории. Нам фактически будет интересно 4 файла в папке services. И я сделал небольшое херок приложения, где можно попробовать распарсить паспортные данные. Я вам сейчас буду в контексте рассказывать о паспортных данных, как, используя этот гемтри топ, разбирать пользовательский ввод. Вы можете туда перейти. Я надеюсь, оно работает, потому что я его только сейчас записывал. И, как обычно, если что-нибудь показываешь, то это может не работать. Ну что ж, окей, начнем. Я сейчас расскажу про конструкции PEG. Они будут вам знакомы, потому что если вы использовали регулярные выражения, я думаю, все здесь использовали регулярные выражения, то те квантификаторы, те имента символы, они также используются в PEG, в описательной его части. К примеру, когда мы берем… Вот так примерно выглядит сама грамматика. То есть есть некоторый файл, обычно это с расширением 3-top. Вы пишете grammar, указываете, какая это грамматика, ее название. И вот в этих блоках rule-end вы описываете ее. Ну, к примеру, вот здесь описано то, что если входящая строка от а до я, один и более символов, в случае со знаком вопроса это ноль или один символ, вы можете объединять также правила через слэш, чей это знак или, и также использовать группировку. Я здесь еще не привел символа звездочка, это когда ноль и более символов. Но ладно, забыл указать на слайде. Что ж, перейдем, что называется кишкам. Наверное, может быть сейчас, надеюсь, вы не заскучаете. Вот пример файла parser.rb. Как у вас будет выглядеть код. Вы загружаете ноды, которые, когда у вас строится ICT-дерево, вы можете в этом ICT-дереве указать 3-top, какими нодами это ICT-дерево инстанцировать. И фактически вот я его разгружаю здесь. Как выглядит использование 3-top. Мы делаем 3-top load, указываем, на какой файл загрузить, и он создает нам инстанс-класса. Как это работает? Если у вас написано, допустим, grammar-passport, то он вам создаст модуль passport и создаст класс passport parser. Парсер там точка, ну условно, паспорт парсер. И вот вы инстанцируете его, паспорт parser new, вот у вас появляется этот pass, парсер, и вы можете передавать какую-то строку. Из плюсов, какие здесь есть, то, что если ваш парсер не сможет разобрать эту входящую строку, то он вам покажет, там появится информация о том, в каком именно символе, в каком месте разбор прошел неудачным. Ну и вот вы фактически разбираете свою входящую строку и получаете некоторый выход. Здесь я использую pattern visitor. Давайте я сейчас подробнее разберу. Вот так примерно выглядит файл notes. То есть мы указываем, в каком модуле, наследуем данные от базового класса 3-top runtime syntax node, и мы можем добавлять мне, как любой функционал, вот в эти ноды. На мой взгляд, то есть вы можете двумя способами это сделать. То есть вы можете описать какую-то бизнес-логику прямо в этих нодах. Но на мой взгляд, субъективно, конечно, лучше использовать pattern visitor и создать еще один класс, который обойдет ваше AST-дерево и выполнит какую-то полезную нагрузку. То есть в данном случае у меня есть, это не полный список, просто он здесь вместился на слайд, чтобы не перегружать. Тут есть несколько базовых классов, там FIO, BornCity или BornDistrict, и там я определяю метод field, чтобы понимать, к какому типу относится этот класс, эта AST-нода. Идем дальше. Ну вот эта простая выжимка из Passport Visitor, мы фактически вызываем на корне в код visit, передаем в него наш visitor, и, собственно, он заполняет нам некоторую структуру. Но в данном случае, если вы зайдете на GitHub-репозиторию, вы там увидите класс, обычная модель, это Passport User, RB, и вот он, собственно, заполнит ее. Ну и, наверное, вот здесь остановимся подольше. Что из себя представляет вот этот Passport Tritop? Как вы видите, вот здесь описывается грамматика, grammar-passport. В пэх-парсерах важна очередность описания ваших правил. То есть первое правило, оно будет самым главным. Здесь, условно говоря, вот есть root. Это корень. Это то, чем будет инстанцирован все ваше, ну как бы это корень вашего AST-дерева. В этом правиле вы можете описывать другие правила и ссылаться на них рекурсивно. Если мы возьмем классические регулярные выражения, они не могут разобрать рекурсивные структуры данных. Есть, конечно, некоторые экстеншены к регулярным выражениям, когда вы можете использовать back-reference к тем срокам, которые уже были захвачены. Но это скорее такая техника. Она существует, но, может быть, в определенных случаях их лучше не использовать. А tritop позволяет вам, как любой пэх-парсер, ссылаться на правила внутри самих правил, на самих себя. И вы можете рекурсивно разобрать какую-то рекурсивную структуру данных. Это довольно мощная штука. Но в данном случае здесь как описано. Я описываю, к примеру, разбор паспорта. Каким образом? Потому что сначала идет фамилия, имя, потом номер паспорта, далее идет город рождения и, собственно, область. Но как сам процесс парсинга происходит? Сначала пробуется попытка разобрать фамилию, имя, отчество, а потом паспортные данные и так последовательно. Какой бонус от всего этого? Если у вас данные идут в нестрогом порядке, то они также будут разобраны. Потому что все эти правила описаны через слэш. Это метасимвол или. То есть попробовать сначала разобрать одно, потом другое, потом третье. И в конце идет угруппировка с использованием метасимвола плюс, который указывает один и более нот, должны быть инстанцированы. И дальше идет описательная часть. Мы указываем то, что у нас есть, давайте разберу на примере фамилия, имя, отчество. Я указываю то, что может быть любой сепаратор, любой разделитель, любой пробельный символ, либо запятая. Один и более раз. И дальше идет фамилия, имя, отчество. Если строка отвечает вот такой вот последовательности, все, она считается разобранным. Вот этот текст, который заключен в значках меньше-больше, он указывает тритопу, чтобы этот разобранный текст инстанцировал тем классом, который был описан вот здесь, в нодах. То есть вы получаете на выходе древовидную структуру данных, которые инстанцированы вот этими нодами, которые вы описали. Вот, в общем-то, вся суть тритоп-парсера. Возникает вопрос, серебряная ли это пуля или нет. Ну, разумеется, нет. Если ваш какой-то ввод можно разобрать регулярным выражением или просто каким-то простым сплитом, ну, конечно же, лучше остановиться на этом варианте, потому что чем проще, тем лучше. Но если у вас есть какой-то пользовательский ввод, который детерминирован, но порядок, к примеру, может меняться, я бы вам советовал попробовать. И из плюсов, которые дает пех-парсер и тритоп в частности, если ваш DSL каким-то образом будет расширяться или сложность добавляться, вы ее сможете расширять линейно. То есть не будет какого-то нагромождения сложности, вы просто сможете добавить еще одно правило и сослаться на него. Либо расширить это правило, ну, какими-то… Ну, той бизнес-логикой, которая у вас есть. Из тех материалов, наверное, которые стоит подсчитать, если вам эта тема вдруг показалась интересной. Я могу порекомендовать Тома Стюарта, теорию вычислений для программистов. Одно из плюсов, которые здесь есть, в том, что язык программирования, который он использует для описания, например, конечных автоматов машины, тьюринга и примеров, это Ruby. Мне кажется, плюс. Классический труд — это компиляторы принципа технологии инструмента, еще называется «Конига дракона», очень такой монументальный. Собственно, здесь еще также репозиторий, тритоп, которые вы можете посмотреть, и есть конференции записи Натана Соба, это авторы этого гема. за 2007 год, и где он там рассказывает про, собственно, тритоп. Также есть сайт, где вы можете посмотреть документацию, но документация там, мягко говоря, слабая, как и вообще у всех, наверное, сайтов, которые я указал по поводу парсеров. Там, конечно, приходится вникать. Ну и группа Google Groups. Тоже она, в принципе, активна, можно посмотреть. Ну, на этом у меня все. Резюмирую, что я хотел сказать. Вообще, не знаю, получилось у меня, конечно, это донести или нет. То, что если вдруг вам нужно разбирать какой-то пользовательский ввод, вам нужно описать какой-то DSL, вы можете использовать этот набор инструментов, допустим, в частности, тритопы, и не стоит его бояться и думать, что это какой-то rocket science, и это очень тяжело и сложно. В принципе, использовать его даже в своих рядовых проектах можно, и если у вас есть там время, вы можете, конечно, потратить его, посмотреть, допустим, ну, на тот пример репозиторий, который я указал. Ну, как сказать, дайте парсерам шанс. На этом у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, я постараюсь ответить. Спасибо. Спасибо. К сожалению, Лена не выдержала такой доклад, поэтому я за нее. Вопросы? Я надеюсь, все поняли доклад? Кто понял? Супер. Здравствуйте. Вы говорите о партинге пользовательского ввода, и тритоп, если я ничего не путаю, поддерживает и лука хеды, и лук бехайды. Да, хорошо, что вы указали на это. Я об этом не рассказал. Это адванс техника, да, есть возможность описывать лука хед и лук бехайнд. Эта техника вам понадобится, если, как я уже сказал, в тритопе очень важна последовательность правил. Если первое правило разбирается, то другие правила разобраны не будут. Это позволяет решать определенные проблемы. Ну, к примеру, классическая проблема в создании AST-дерева — это данглинг-хиллс-проблема. Это когда определенная конструкция может построить валидное дом-дерево, точнее, валидное AST-дерево, двумя разными способами. И используя приоритизацию, ну, к примеру, когда первое правило разбирается, другие не разбираются, вы можете построить AST-дерево только одним единственным способом. Но если вам нужно изменить приоритеты, да, вы используете лука хед либо лук бехайнд. Сам вопрос, собственно, был в другом. А, извините. Да. Собственно, с регулярными выражениями бывают случаи, когда лука хеды и лук бехайнды вызывают совершенно дикое время вычисления. И с тритопом вы не встречались с подобными случаями? Если брать класс парсеров, то тритоп заявлено, я думаю, так и есть. Он парсит все за линейное время. Но есть определенный нюанс. Если у вас грамматика описана определенным способом, он может расти по памяти, если она сложная. Но парсинг идет за линейное время. Тритоп относится к прократ парсерам и он использует мимоизацию своих внутренних структур. И поэтому скорость парсинга будет за линейное время. Спасибо. Еще вопросы? Не стесняйтесь. Спасибо за доклад. Интересная тема. У меня продолжение предыдущего обсуждения. Ты упоминал там различные виды парсеров, опробовали и сравнивал их именно с точки зрения скорости, ресурсов и так далее, памяти, ты говоришь. Если ты смотрел на тритоп, что ты можешь сказать о другом? Да. Ну, тут не буду лукавить. Дело в том, что есть определенная проблема в тритопе. Он создает инстанс на каждый символ. его критика, но его критикуют за то, что иногда он создает много лишних нот. И, скорее всего, это скажется на производительности. Но если вы используете, к примеру, тритоп для парсинга пользовательского ввода или не для каких-то важных моментов в плане перформанса, то, я думаю, это подойдет. Если вы спросите меня по поводу чисел, делал ли я какие-то замеры, я не успел их сделать. То есть я сейчас не могу сказать, например, за единицу времени, сколько можно произвести разборов с определенной длиной текста. Ну, небольшое тогда дополнение. А пробовали вы, соответственно, делать реализацию вот того, что парсинг, ну, нот, грубо говоря, на других парктерах? И вопрос, на чем получилось быстрее? То есть с точки зрения продуктивности? Получили тритоп быстрее или все-таки нет? Или как? С точки зрения продуктивности мне очень понравилось работать с тритопом в плане вот его DSL, описания языка. Я смотрел другие парсеры. Одни из них тоже используют свой DSL или даже похожие на тритоп. Я не буду утверждать. А некоторые остаются в рамках рубишного кода. Но там выглядит, конечно, все это не очень красиво, потому что там переопределяются операторы и не очень понятно, что здесь написано. В плане тритопа мне понравилось тем, что вы можете тестировать свою грамматику. Если у вас где-то на какой-то входной строке возникла ошибка, он вам указывает, где именно возникла эта ошибка. И то, что если ваша грамматика как-то расширяется, она расширяется, ну, я бы сказал, за линейное время. То есть вам не надо переосмыслять все то, что вы написали до этого. И, на мой взгляд, это большой плюс. Но и, к всему прочему, решая свою какую-то проблему, я не пожалел, что его выбрал. Хорошо, спасибо. Еще вопрос? Привет. Меня зовут Эд. Я как бы только недавно начал изучать Руби. Для меня это очень интересно. И можешь ли ты посоветовать, ну, это не по теме презентации, может, какой-нибудь онлайн-ресурс для изучения, собственно, Руби в онлайне? Если дать совет, как человеку, который новый для Руби разработки, выбери себе какой-то вид, не знаю, проект, который тебе будет интересен. Если ты играешь в игры, сделай сайт про игры или еще что-то. Это будет единственно правильный, единственно быстрый способ. Выбери реальный проект, который тебе, ну, как-то драйвит тебя. И попытайся его реализовать. И с теми проблемами, с которыми ты столкнешься, ты их будешь решать, и на этих проблемах ты будешь реально учиться. Обучение с книгами, с онлайн-ресурсами, это, ну, как я не знаю, если бы ты хотел быть, не знаю, уличным бойцом и дрался бы с грушей все время. Не знаю, удачный пример или нет. Ну, это такой совет. Спасибо. Все. Я думаю, что вопросов больше нет. Да, спасибо. Если хочешь что-то сказать, можешь напоследок сказать. Нет, все, 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 уже сказал. Давайте похлапаем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ